МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если честно, я не понимаю, зачем вы меня снова сюда вытащили. Мне и так-то неловко за прошлый вечер. Надеюсь, в этот раз вы не будете меня спаивать? Инга, послушайте, я просто хочу узнать, что произошло, потому что все это очень странно. До сих пор ни один человек не предложил мне более-менее внятной версии мотива самоубийства вашей подруги. Так и я не предложу. Я не знаю. Но я не верю в то, что она сделала это сама. Я вам говорила уже, помните, про этого парня, который пытался его изнасиловать? Очень хорошо помню, поэтому вы здесь. Так что давайте сейчас еще разок соберемся и попробуем вспомнить что-нибудь необычное. Например? Чувствую себя девочкой и подростком в пубертатном периоде. Все-таки поперлась в этот вонючий спортзал и, конечно, вляпалась в историю настолько идиотскую, что до сих пор стыдно. Кроме Гуси, рассказать было некому. Я и рассказала. А та подняла меня на смех. Двадцать второе марта. Не припоминаете? Да припоминаю, конечно, но это была ерунда. Кто-то из ее учеников рассказал ей, что за ними подглядывают в раздевалке. Она как дурилка побежала на перемене проверять. Нашла там какую-то тайную комнату, закрылась в ней, а тут пришли дети и переодевались. Она торчала там, пока они не ушли. Опоздала на свой урок, очень перешивалась. Вы думаете, что это может быть важно? Не знаю. Может быть. Крис. Здрасте всем. Здрасте. 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 Какими судьбами, товарищ Кафтар? На мимо проходил. Юра где? Отсутствует. А можно вопрос? Почему вы не даете нам похоронить Анастасию Николаевну? Формальности кое-какие нужно уладить. Обещаю, на днях вопрос закрыть. Сегодня-завтра вынесу постановление. Так значит, самоубийство? Или все-таки 110-е? Или еще что похоже? Откуда такие познания? Ну, я же факт собираюсь поступать. Оно тебе надо? Решать тебе, Миша, на минутку. Был тут на экскурсии в спортзале. В мужской раздевалке нашел маленькую такую комнатку. Непременно. Ты знал, что за вами подглядывают? Я давно заметил, что кто-то подглядывает, ребятам не стал говорить. Не знаю, почему. В общем, оказалось, что это Анастасия Николаева. Откуда такая уверенность? Я видел ее. Однажды решил после урока физкультуры содержаться. Спортзал был пустой, следующего урока не было. Развенел уже звонок. И я спрятался под лестницу. Через какое-то время вышла Анастасия Николаевна. Наглянулась по сторонам. Быстро ушла. Только вы ребятам не говорите. И вообще никому. Просто как-то... Как-то не по-человечески получается. Часто она так делала? Не знаю. А кто знает? Может, Баграмов? Скорее всего. Шарина, это ты меня убила! Дурак! Тихо, тихо, тихо! Набирь! Анастасия Николаевна, можно я физкультурную форму забыл? Да, пожалуйста. Варковский, что-то не так? Все так. Просто нравится на вас смотреть. Иди, пожалуйста. Ты не успеешь переодеться на физкультуру. Я вот, кстати, не могу там переоделаться. Анастасия Николаевна, там подглядывает кто-то. Кто подглядывает? Девочки? Я не знаю, кто. Там в раздевалке, знаете, там есть вот комната, как будто специально там сделано. И в них кто-то сидит и подглядывает. Какая комната? Ну что за чушь? Это не чушь Анастасии Николаевны. Я не могу поверить, что кто-то готов сидеть и такой ванищ. Потому что там можно увидеть. Хотите, сами проверьте, если не верьте. И? Видите меня? Ну да. Ну вот, я же говорил. А вы не верили. Здорово. Здорово, Антон. Привет. Привет. Поехали. Через дверь. Через дверь. Блин, мужики, чё за вонь? Это зону бикини с утра не мол, что ли, или чё? Значит, не твои земли подмыть. Чё? Чё? Слышь, кому-то ещё прилетит, да? Изюминка прилетит, да? Дебил? Нет. Пионеры. Пионеры выходят. Чё, Барт, ты идёшь? Да, сейчас. Читать чужие дневники – это подлость. Вы простите, Анастасия Николаевна, что я… Я просто сам не ожидал, что так получится. Извините. Я так понимаю, вы про меня там написали «красивый парень, морская сила». Не могу больше себя сдерживать, если бы ему не было 17 лет. Пусти, идиот. Настя, тебя же тянет ко мне, я же чувствую. Ну, это же правда. А тут всё на голых мальчиков насмотрел совсем. Здрасте. Вызывали? Не поясничай, садись. Значит, о дружеском поцелуе не может быть и речи? Пиши. Начальнику отдела следственного… Начальнику отдела следственного комитета, советнику юстиции третьего класса… Третьего Б класса? Прости, проклятая школа. Третьего класса Липатовой АА. А. А. Ане Анатольевне. В ответ на ваше особое поручение сообщаю. А дальше пишешь, почему имел место банальный суицид, а не что-нибудь другое, подсказанное нездоровой фантазией больного участкового. Так и писать? Так и пиши. А если по совести? Какой совести, Крюков? Будь тебя хоть капля совести, ты бы не выпендривался хотя бы из элементарного чувства благодарности. Ты вообще помнишь, благодаря кому ты сохранил звание, получил место в полиции? И не самое плохое, заметь. Благодаря вам, госпожа. Да, благодаря мне. Это я ходила по кабинетам, жопой виляла. Это я подмазывала комиссию. Когда, если уж говорить по совести, сидеть бы тебе на жопе и слюни пускать дома после инсульта-то? А я живой, хожу тут, выпендриваюсь. Именно, Крюков, именно. Ладно, черт со мной. Ты моими глазами посмотри на эту несчастную учительницу. На эту проклятую спарту, в которую не все играют. На этот блуд учеников с учителями. На эту смерть странную девочке и отца ее директора. Возможно, тогда... Невозможно. Причина смерти – перелом позвоночника в связи с падением из окна. Крюков, я закрываю дело. Я ставлю галочку, это понятно. А если ты хочешь, ты можешь заниматься этим делом в свободное от работы время. Разрешите? Что-то срочное? Просто ребята сказали, что Крюков у вас. Я решил забежать сказать, что та сгоряющая бумага – это действительно из дневника Истоминой. Правда, текст восстановить не удалось, но... Я смог шифровать несколько строк рядом с выдранным. Помните ту запись, когда она поперла в спортзал? Так вот, там была дописка. В раздевалке к ней кто-то приставал. Я подумал, может быть, вам будет интересно? Это нам не интересно. Дело закрыто. Пошел вон. Понял. И еще кое-что. Никаких больше экспертиз, это понятно. Пиши. КОНЕЦ О, Господи, Крюков, ты что, с ума сошел? А пойдем-ка куда-нибудь поедим, угощаем. Я на диете. Змей несчастный. А ты, кстати, что такой несчастный? Твои они в духе? Разлюбил. Я ее... Надоела она мне. Все, хватит. Так что, дай я тебе поцелую и вперед мешку. Подожди, слушай, Крюков, знаешь что, я, конечно, понимаю, что я для тебя что-то между боевым конем и мальчиком на побегушках. Но ты, пожалуйста, эти свои любовные переживания оставь себе, ладно? Буду хорошо. Пока.